Благодарю за внимание, что дали такую возможность выступить перед такой аудиторией. Альхангелия передо мной выступал мой уважаемый Устас Барат Зимурович, преподаватель Московского и Санкт-Петербурга. Мы, как мусульмане, от колыбели до могилы повышаем свои знания, и нам все время приходится повышать на... Ежегодно у нас бывают семинары, приходится повышать свои знания, вот поэтому, как учитель, Устас Барат Зимурович. Наш духовный лидер, мусульман, муфтий, шейх Равид Хазад Гайнудин, каждый раз в Московской соборной мечети проводит хутбу, говорит о дружбе, о взаимопонимании между национальными, между религиями. Вы знаете, два великих праздника мусульман, это Курбан-Байрам и Рамазан-Байрам. Сколько народу собирается на проспекте мира, вы можете лицезреть в Ютубе, есть около 70 тысяч, а может даже больше, по всей Москве показывают эти праздничные дни. Для нас эти праздники особо статусно приятно смотреть, потому что мусульмане празднуют свой великий праздник, Курбан-Байрам, Рамазан-Байрам. В этих праздниках вы увидите весь цвет нашей молодежи, замечательных наших спортсменов, депутатов, ученых и просто наших братьев-мусульман, которые приехали из стран ближнего зарубежья на заработки, мигранты, которые также совершают вместе с нами намазы. В Крокусе Сити выступление наших замечательных артистов о Мауруде. Мауруде – это день рождения пророка Мухаммада, который ежегодно у нас стал уже по традиции отмечаться в Крокус Сити. Также большие праздники, вы знаете, это ежегодно, полностью часов Корана. Ну, хотел бы вкратце дать небольшую информацию. Обрамнические и другие мировые великие содержат в своих учениях вечные ценности, вокруг которых объединяются народы. Различие между людьми, установленным Всевышним, является источником богатства и гармонии для всего рода человеческого. Мир и человеколюбие обоснованы в принципах исламского вероучения, свобода, убеждения, диалог и терпимость – таковые основы веры. Исламские государства, народы, исповедующие ислам, являются частью международного сообщества. Со всеми его организациями и договорами, однако, несмотря на стремление народов, исламские государства жить в мире и гармонии со всеми нациями, расами, мусульманских странах и вне их пределов, число вооруженных конфликтов не уменьшается. Уважение к любому человеческому существу, независимо от его позиции и поведения, с защитой его жизни и прав рассматриваются в священном Куране, как важнейшие элементы понимания рода человеческого. Аллах говорит, мы почтили сынов Адама и носили их на суши на море, и уделили им блага, и оказали им преимущество перед многими, которых создали. 17.40.70. 18.40. 18.40. 14.40. 18.40. падку цивилизации, концу благосостояния и распаду государства. В Коране говорится, поистине Аллах приказывает про справедливость благодеяния. 60-е 40-е 90-е аят. Благодеяние увеличивает справедливость, освобождает от злобы сердца людей и способствует дружбе между ними. В условиях мира и во время войны Ислам обязывает терпимости, милосердию и прощению. Примером могут послужить запрещением убивания гражданских лиц, не воюющих. Особо в ситуациях воин следует избегать чрезмерной строгости, непримиримости и жестокости. Всевышний, обращаясь к пророку Мухаммаду Савауллау, в Али-Ассану сказал, «Я посылаю тебя в качестве милости ко всему сущему». С людьми, животными и даже с недушевленными предметами следует обращаться сообразно с милосердием и терпимостью. Пророк, савауллаху Али-Ассану, проповедовал мир через договор и верность установленной договоренности. После завоевания Мекки, пророк добудет мир над ним, проявил терпимость в отношении прорешитов, которые причинили ему много вреда. Он сказал им, «Сегодня на вас нет вины, идите, идите отныне, вы свободны». Ислам всегда проявляет волю к решению проблем, существующих в отношении с другими народами на основе мира и безопасности, уважения к узам братства, связывающих род человеческий. «О вы, которые уверовали, когда отправляетесь по пути Аллаха, то различайте и не говорите тому, кто предложит вам мир, ты не верующий, домогая случайностей жизни ближней». Четвертая сура, девяносточетвертая эль. «А если они отойдут от вас, не сражаясь с вами и предложат вам мир, то Аллах не дает вам никакого пути против них. А если они склонятся к миру, то склонись и ты к нему, и полагайся на Аллаха, ведь он слышащий, знающий». Восьмая сура, шесть октября. Соблюдение конвенции и обязательств на этом строятся взаимные доверия и уважения. Ислам запрещает вероломство и предательство при любых обстоятельствах. Многие стихи Кур'ана указывают на обязательность соблюдения соглашений, договорных обязательств и обещаний. В Куране сказано «О вы, которому веровали, будьте верны в договорах». Пятая сура, первый аят. Веренность договорам обеспечивает приоритет принципов мира, братства всех людей международного сотрудничества. Благодарю за внимание. Мы награждаем Марата Ашбаева. Да, замечательно, Марата, награждаем. Вручаем нас действительно великие сертификаты. Надеемся, что международные делегации в мечети, теперь будут они, так сказать, обогащены. Вот это сокровищество духа ислама. Да, давайте, пожалуйста. Спасибо огромное, уважаемые послы мира, уважаемые гости. Я думаю, что это почетное название, да, действительно, оно, может быть, ничего такое не дает, но ты знаешь, что ты принадлежишь всему миру, и ты должен быть ответственен на каждом своем участке, как уважаемый доктор сказал. Не болеть, не пить, таблетки не употреблять. Приглашаю вас всех в московский наш салтособорный мечеть, в духовное направление мусульман. Ишала, приходите всегда с детьми, с гостями, с гостями, с внучками, с детьми. Ишала всегда готовы, чем сможем помочь, прийти, выступить где-то, какую-то, делать Ишала, информацию об исламе, добрыми исламе, настоящими исламе, которые есть у нас в Российской Федерации. Спасибо.